Добрый день дорогие друзья! Добрый день уважаемые зрители! Мы находимся в центре Сен-Гейтс. Меня зовут Майкл Мелехов, рядом со мной сидит Джозеф Розенберг. И меня все еще зовут Иосиф Джозеф Розенберг. Да, президент клуба Common Sense Club, это клуб здравого смысла, финансист, экономист. И мы говорим, как и в предыдущих передачах, о бюджете семьи и каких-то вещах, которые очень и очень актуальны и очень и очень важны для проживания в любой стране, поскольку это, скажем, наше лицо. Речь идет о кредитной истории. И в прошлой из передач мы говорили о банкротстве. А банкротство напрямую связано с нашей кредитной историей. И вот сегодня речь пойдет как раз-таки о кредитной истории. Есть ли какой-то вариант исправить эту кредитную историю, но если она, к сожалению, уже испорчена? Значит, когда речь заходит о кредитной истории, ну, по крайней мере, в Америке, наверное, 90% дискуссий вокруг нее идут именно на том, как слово есть такое «почистить кредитную историю». Вот. И вот сейчас я хочу начать... Почистить легально? Ну, конечно, легально. Давайте я вам скажу такую вещь. В Америке настолько принципиально выгоднее все делать легально, что нелегально, ну, я не знаю, это вся нелегальность ушла, по-моему, в сферу наркотиков. Поэтому об этом даже не имеет смысла говорить. Если бы было выгодно делать что-то нелегально, вот пока нас никто не слышит, я бы учил делать это нелегально. Потому что интересы моего клиента мне выше интересов, я не знаю, там, федерального бюджета. Серьезно? Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Я скажу больше того, я скажу больше того, такое маленькое отступление, что когда, как говорится, в годы далекой юности я принимал здесь присягу, и если кто-то не из Америки, вы не знакомы с ним, это такая очень трогательная процедура. И когда вот нас там было 5000 мигрантов в UIC, нас собрали в этом баскетбольном зале, и когда все это дело закончилось, люди, которые там сидели в президиуме, а президиум там состоялось, представители всех конфессий, горсовет, профсоюз там и так далее, кто-то обратился, сказал, может, кто-то хочет сказать какое-то слово. И вот прямо там из первого ряда внизу сидел такой очень пожилой ориентал, мне трудно было сказать, я сидел достаточно высоко, и он пошел, поднялся, ему там дочка помогла подняться, он на очень плохом английском языке говорил, я так благодарен этой стране, вы спасли моих детей, вы спасли моих внуков, и я сделаю все, чтобы эта страна процветала. В это время, вот из этого, как говорится, иконостаса, с разных мест, выбегает трое, там, две женщины, один мужчина, которые там сидели в президиуме, и вырывая друг друга микрофон, говорят, не надо за страну, сделайте только, чтобы у вас в семье было хорошо, не надо за страну, страна проживет хорошо, если у вас в семье будет все хорошо. Так вот, я абсолютно следую этой идее, будет хорошо в нашей семье, будет хорошо в стране. Итак, исправление кредитной истории. Так вот, я сейчас хочу сказать такую фразу, после чего, в принципе, большинство людей могут выключить телевизор. С чем она связана? С тем, что кредитную историю нельзя почистить. Вот ее нельзя почистить. Она может только двигаться своим совершенно естественным путем. А если бы ее можно было почистить, то эта страна превратилась бы, ну, я не знаю, там, во что хотите, в любую банановую республику, потому что мне не жалко будет заплатить, там, пару миллионов, для того, чтобы почистить свой кредит, чтобы потом взять три. Ну, поэтому я и задал такой вопрос. Легально ли это, потому что почистить, теперь уже выясняется, наши телезрители уже это поняли, и я полагаю, то, что нельзя почистить, поэтому есть другой просто... Нет, нельзя почистить. Другой термин. Термин. Значит, ситуация очень простая. По большому счету, я не хочу вдаваться в историю, но вот эта кредитная история, то есть, условно говоря, даже FICO score, вот тот score, который подсчитывает, скажем, успешность... Каллешность баллов. Да. Которые определяют, ну, скажем, мою успешность, как человека, который способен платить, и способен платить это регулярно. Да. Так вот, это было придумано именно для того, чтобы убрать такой субъективный фактор при принятии решений. И поэтому сегодня, когда вы куда-то приходите за финансированием, вас сначала пропускают через эту автоматическую мясорубку, где score говорит, вот вы можете быть профинансированы или нет. И только после этого человек берет в руки ваши бумаги и начинает с вами работать. Ну, так вот, по поводу почистить. Что людей волнует с точки зрения почистить? Люди считают, что если его на кредитной истории сидит банкротство, то больше с ним никто никогда не будет работать. Ром. Это неправильно. То есть, само по себе банкротство, оно может быть на кредитном репорте, и в то же время вы можете получать финансирование, если прошел определенный срок, прошло, ваш кредит поднялся, и ваши прочие финансовые кондиции достаточно для того, чтобы вам дали деньги. Вопрос только в другом, да? Если ничего не делать, банкротство случилось, то на это уйдут годы, а есть определенные товарищи, которые могут этот срок значительно уменьшить. Я правильно понимаю? Ну вот, вот вы понимаете, как понимает большинство людей, нет, неправильно. Вопрос в другом, что мы можем быстро восстановить кредитскор, но это совершенно не значит, что мы что-то убираем из кредитной истории. Ну, я и не имел в виду убираем, но именно дать какой-то правильный совет. Я согласен. Мы сегодня, у нас тематика такая, что людей волнует, вот у меня сидит опоздание, у меня сидит коллекшн, у меня сидит в записи банкротства, у меня сидит в записи foreclosure и прочие всякие, как бы с точки зрения обычного человека бяки, и человек хочет их физически оттуда убрать. Понимаете? А закон построен очень простым способом. До той поры, пока эта запись влияет на кредитскор, это нельзя убрать теоретически. Теоретически. А если она перестала влиять, то стоит ли на это время тратить время и деньги? Ну да. Важнее всего результат. Согласен. Вот. И в частности, вот эти вот мифические семь лет, о которых говорят, это... Вы будете смеяться, Миша, Майкл. Ко мне приходили люди и, так сказать, ногой открывая дверь, сказали, все, я семь лет отсидел, больше я ничего не должен. И, как говорится, на голубом глазу человек считает, что если он там взял какие-то деньги и семь лет он ничего не платил, через семь лет они уйдут из записи. Нет. Увы. 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 Они не уйдут никогда. Вернее так. Они уйдут только в том случае, если кредитор по своим соображениям решит больше это не декларировать. Но надеяться на то, что кто-то вам простит там, я не знаю, несколько тысяч или десятков тысяч долларов, на это надеяться можно, но прошли эти семь лет и вы их снова видите там. Понимаете? Поэтому я бы не стал выкидывать семь лет активной жизни только для того, чтобы там что-то сэкономить. Поэтому, когда мы говорим о исправлении кредитной истории, речь, в принципе, идет, как говорится, о двух моментах. Первое. Опять же, знаю правила. Исправлять кредитный скор можно начинать только в том случае, если у нас нет никаких, скажем, broken credit line, никаких записей, которые говорят, которые говорят о том, что я еще что-то должен. Например, если у вас задолженность там, за паркинг тикетом 15 долларов, и она не выплачена, вы можете иметь десятки кредитных линий на тысячи долларов, и ваш кредит не поднимется ни на поинт. Есть такое понятие zero tolerance. Что это такое? Что, ну, это необходимые условия. То есть, если это необходимые условия, чтобы не было никаких таких задолженностей, ну, скажем, не вы, не задолженности, которые я обязан выплатить, я не выплатил. Не то, что мой регулярный payment, а именно то, что меня, скажем, по решению суда сделали что-то, или мне кто-то collection выставил. То есть, именно запись, которая говорит, что я виноват. Какая сумма роли не играет? Это может быть сотни тысяч долларов, допустим, если мы говорим о mortgage, или это может быть вот тот же самый паркинг тикет за 10 долларов. До той поры, пока там не будет стоять ноль, я не могу кредит поднять, поэтому сама процедура, вот как люди говорят, чистки, она связана с простым вещем. Сначала мы все исправляем, сначала мы выплачиваем, мы пишем соглашение, очень часто рапортуется, ну, допустим, я могу сегодня увидеть на репорте, человек там имеет какую-то задолженность на тысячу долларов, которая рапортовалась в 2007 году. то есть вероятность того, что уже давно все выплачено, но они еще не исправили запись, бывает такая, поэтому, как мы это делаем, эта роль не играет, потому что, не сделав это, все остальное не имеет смысла. Вот, поэтому, сначала мы исправляем это, и обычно это не вызывает сложности, обычно не вызывает. За исключением тех случаев, что когда всплывают какие-то долги, которых другого способа, как сделать банкротство, допустим, если человек пришел ко мне не после банкротства, а просто вот у него накопились какие-то бяки. Вот, так вот, были такие ситуации, я не могу сказать, что часто, ну, допустим, я не знаю, процентов 10, когда я говорю, ребята, речь не в кредите, не в том, чтобы вам исправить кредит. Дело в том, что вы для того, чтобы начать это исправление, должны выплатить на секундочку, порядка 30 тысяч долларов. Я не вижу в этом смысла, поскольку вы уже столько лет это не платите. Давайте мы пройдем через банкротство, а потом вернемся к исправлению. Джозеф, вопрос такой по существу. Ну, хорошо, вот человек прошел через банкротство или компания прошла, повстречался с вами и вы даете ему советы. Вы представляете, как ему повезло? Ему просто исключительно повезло, так как и нашим радиослушателям, телезрителям, включая меня самого. Но, тем не менее, при наличии такого адвайзера, советника, сколько времени минимально может пройти с момента исправления, что-то, начало исправления, начало исправления кредитной истории до того, когда, ну, по сути дела, все вот на этом закончится. Согласен. Значит, смотрите, каким образом банк, вот давайте сейчас немножко сдвинем акцент. вот такое заявление о том, чтобы мне дали деньги. Ну, сколько оно стоит? Сколько-то? Да. И вот на основании такой бумажки, на основании той информации мне, берег, выдали, там, я не знаю, 20, 30, 50, 100 тысяч долларов. Я думаю, что, естественно, что, когда вот такая процедура происходит, банк руководствуется не столько тем, что написано, а с тем, какая у вас история. И логика здесь очень простая. Если человек многие годы был хороший плательщик, почему он сейчас должен исправиться? Поэтому, когда мы говорим кредитная история, содержательная часть, я считаю, 80% это история и только 20% так сказать, кредит. Поэтому, когда я этим занялся, плотно и профессионально, я понял, что для того, чтобы исправить кредитную историю, мало фокусироваться на кредит скор, вот на самом скор. Надо показать банкиру, что у меня длинная кредитная история. Каким образом я могу это сделать? Только одним. То есть, мне надо подойти к Майклу и сказать, чтобы он мне занял свою кредитную историю. И он это спокойно может сделать, поставив меня на свои карточки. Мы снова вернулись к той ситуации, когда называлась authorized user. Поэтому, можно пойти обычным путем, когда у вас все чисто, время начинает исправлять ваш кредит скор. И, например, для того, чтобы от никакого кредит скор, чтобы у вас не было, даже не был по счету, потому что у вас нет кредитных линий. Вы начинаете поднимать свой кредит скор, обычным путем, просто покупая что-то, взяв карточку, которая, скажем, гарантируется деньгами, которые вы положили. Когда у вас плохой кредит, есть программы, которые помогают вам. То есть, вы еще в состоянии банкротства, вам уже прислали карточку на 300 долларов, на 500, на 1500, пользуйтесь, пользуйтесь. И вот, если мы пойдем таким естественным путем, то человек приходит в состояние, вот мы говорили, intelligent customer, то есть, когда у него все хорошо. Мы говорим о 7-10 годах. Так? Годах. То есть, это время пойдет на то, чтобы на кредитную историю этого человека появились кредитные карточки 5, 7, 8, 10 тысяч долларов. Ну, это достаточно долгий срок. Это очень долгий срок, особенно для нас. Вот мы, как говорится, newcomers, мы новые мигранты, у нас этих времени нет. У меня за спиной дети, внуки, впереди вот так вот пенсия. У меня нет этого времени на раскрутку. И поэтому мы используем ту option, которую нам предоставил банк. Он говорит, вы можете приписать к своей истории кредитную карточку человека, который вам доверяет. и если этих карточек достаточно много, и они большого размера, большого срока, то я могу сказать, от никакого кредита до кредита, которого люди достигают за 10 лет, этот путь можно пройти, Миша, вы сидите? За 3 месяца. Другое дело, что это не значит, что вы сразу будете получать кредитные карточки. Система все-таки отслеживает, она знает, что это не ваша карточка, это временный процесс. Но через 6, через 8 месяцев практика показывает, что банки уже дают вам карточки, ориентируясь на всю эту картину. Ну, это действительно, обычно клиенты говорят, вау. Вау, да. Ну, не знаю, нам, полагаю, скажут, обратная связь у нас будет, вот, поглядев туда, я вижу там, как бы, да. Народ уже размахивает руками. и уже некоторые такие, да, говорят, вау. Джозеф, это действительно очень интересно, это очень необычно, я бы сказал так, то есть, лично для меня это говорит только лишь о том, что мы не имеем той информации, которая нам может помочь, и я в данном случае, дорогие наши телезрители, радиослушатели, рад соответствовать в том плане, что, опять же, как и во всех программах, которые идут на Сангейс-радио, в Сангейс-центр, это программы, которые несут в себе информацию, и эта информация, правильно примененная и правильно адаптированная, каждый индивидуально для себя это сделает, дают очень и очень серьезные бенефиты, и я благодарю Джозефа за этот очень интересный рассказ. Как всегда, Самарль, ребятки, не тратьте время и деньги на исправление кредита, это не имеет смысла, значит, имеет смысл обратиться к специалисту, который этим займет, и он вам поможет, поверьте мне, как бы я тут руками не размахивал, я не один, эта информация не скрыта, она абсолютно паблик, поэтому обратитесь к одному, к другому, к третьему, в конечном счете есть мой телефон. В конечном счете, дорогие друзья, вы видите на своих экранах и имейл, и телефон, и все программы записываются, выкладываются в YouTube, выкладываются в Facebook, где вы можете задать свои вопросы, оставить свои комментарии, замечания и так далее. На этом мы с вами прощаемся в этом сегменте нашей программы, и мы встретимся опять же в другом сегменте, оставайтесь с нами, спасибо, всего доброго, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok